Дорогие друзья, день назад в колонном зале Дома Союзов мы провели великолепный концерт, который давали мастера высшего класса, рожденные премией Ленинскому Самому. Это была встреча, которая готовит нам гибелей 100-летия Великого Октября. Иосиф Давыдович Кобзон пел чудные песни, Лещенко, Миростанов с комсомолом. Здесь наш комсомольский лидер и вождь Тяжельника Евгений Михайлович, который многие годы возглавлял Ленинский комсомол. Мы вместе с ним готовили 10-й всемирный фестиваль молодежных студентов в Берлине. Давайте поприветствуем Евгений Михайловича и комсомольцев всех поколений, желаемые успехами и здоровья. Вот это наша команда только что вернулась в всемирном фестивале, который проходил в Сочи. 320 человек, посланцев всех субъектов России, наши молодежные лидеры показали класс на этой встрече. Но самое удивительное, что Всемирная Федерация молодежи, которого возглавляет наш друг Николс, открывая этот фестиваль в огромном зале, где было 30 тысяч человек, выступал он и президент Путин. Он сказал, я приехал в страну героев, в страну Великого Октября, в страну победительницу. Я горжусь, что мы проводим Всемирный фестиваль накануне 100-летия Великого Октября или зал Стоя приветствовал это сообщение. Мы в ближайшие дни примем Москве, Ленинграде, Питере посланцев всех континентов, всех ведущих стран. Мы здесь проводим форум коммунистических и рабочих партий под заголовком «21 век и обновленный социализм». Я заявляю, что для нас нет ничего выше и лучше мира и дружбы на планете. Мы уверены, что забота о детях, женщинах и стариках, которая была главным смыслом существования советской власти, снова будет возрождена и восстановлена. Здесь, в этом дворце, уже занимается 30 с лишним тысяч юношей и девушек. Мы возродили спортивные свои команды. Наша команда КПРФ стала чемпионом Москвы по мини-футболу, взрывала кубок Москвы, а также стала чемпионом высшей лиги среди молодежных команд. Я уверен, что здесь растут новые таланты и хочу поблагодарить родителей, которые активно поддерживают в это непростое время дворец Пионера. Мы сегодня вместе с председателем Московской думы Шапочникова открыли выставку детского рисунка, посвященную Великому октябрю залпы «Авроры». Будете, посмотрите, какие чудные картины. 4 тысячи победителей детей, которые участвуют в этом конкурсе, представили свои работы. Завтра такая выставка строится в областной думе, а послезавтра в Таврическом дворце, где состоится в Питере наша международная встреча. Я хочу вас поблагодарить, что вы активно помогаете детям Донбасса. Мы сегодня утром отправили от всех вас подарки детям Донбасса, посвященные столетию. 150 тонн со всех регионов России отправили куда-то для того, чтобы помочь им в это нелегкое время. В этом году мы приняли 2 тысячи детей, опаленных войной, организовали для них пионерские отряды и дружины. И они, приезжая к нам, посетили все знаменитые места. Сегодня мы с руководством договорились, что они регулярно будут и в вашем дворце пионер. Мы все уверенно смотрим в будущее. А будущее – это счастливые дети и талантливые молодые люди, которые и дальше продолжат то, чему служил комсомол, пионерия и Великий Октябрь. С праздником вас! Удачи, добра и новых встреч!